Всем здоров народ! Сегодня в выпуске мы будем очень много фотографировать, фотографировать и еще раз фотографировать, потому что у меня в руках оказался новенький Huawei P50, даже без приставки Pro. Эта модель конечно тоже существует, но у меня в руках сегодня оказался вот такой Huawei P50, сегодня его и будем тестировать, я вам покажу на что он способен. И я сразу честно признаюсь, этот смартфон меня удивил парочку вещей, он умеет делать прям муа, мое почтение. Но сначала давайте посмотрим заставку, распаковку, а потом уже будем тестировать камеру. Итак, внутри собственно говоря сам смартфон, выглядит он вот так, к дизайну вернемся чуть позже. Включаем смартфон и идем дальше. Естественно есть иголочка для сим-карты, также в комплекте прозрачный силиконовый чехол, за это спасибо. Кабель зарядки USB-USB Type-C, а также блок для быстрой зарядки на целых 66 Вт, ну тут об этом прямо написано. Но пока происходит настройка, хочу сказать то, что мое знакомство с линейкой Huawei P началось с выхода модели Huawei P30 и P30 Pro. Если мне не изменяет память, это был первый смартфон на рынке с реально работающим оптическим зумом. Потом был Huawei P40 и теперь Huawei P50, в котором я бы сказал не то, что на камеру сделан акцент, а тут таких прям два здоровых акцента на камеру. Как можете заметить, сейчас тенденция такая, что все в один блок не умещается, соответственно сделали отдельно основной модуль с обычной и ультраширокими камерами, а также телемодуль и вспышка, вот они вынесены отдельно. Сам дизайн, как обычно, стильный, очень приятные цвета есть на выбор. Я слышал то, что многим нравятся, например, золотые либо черные смартфоны. Так вот, у нас в руках сейчас как раз такой случай, плюс поверхность что ли зеркальная, ну или по крайней мере очень сильно отражает свет. Я бы сказал, наверное, что это все-таки ближе к зеркалу, ну по крайней мере, когда я вот так смотрю, ну я вижу полноценно свое отражение. Просто оно такое, ну немного затененное, типа того. Как я уже сказал, в комплекте у нас быстрая зарядка на 66 Вт, ну а заряжает она аккумулятор на 4100 мАч. Коротко про экран. Здесь у нас OLED-матрица с разрешением 1224 на 2700 точек с обновлением в 90 Гц. В общем-то, это стандарт для подобного уровня моделей, анимации очень приятные, смотреть на такой экран одно удовольствие. Ну и самое основное, конечно же, камера. Фронтальная здесь на 13 мегапикселей с диафрагмой 2.4. И в целом признаюсь, что мне всегда нравились фронталки, которые ставились в моделях от Huawei, но в этот раз они еще и внедрили технологию, которая называется True Chroma, вроде бы как, которая отвечает за естественную передачу цветов. Собственно говоря, сейчас вы видите селфи, которые я нащелкал на этот смартфон. И да, они выглядят, наверное, более естественно, чем обычно, но меня больше всего поразила даже не цветопередача, а то, что здесь есть целых три режима угла обзора, скажем так, от обычного до, не то что широкого, а я бы даже сказал, до самого широкого угла обзора, который я, в принципе, когда-либо видел во фронтальных камерах в любом смартфоне до этого. Вы просто посмотрите на этот бешеный угол обзора. Вот это обычное селфи, а вот это вот, если переключить его на широкоугольный режим. Но я не знаю, мало ли кому-то не хватает обычного селфи, и нужно захватить больше пространства. Так вот, это получается как раз тот случай. Я реально ни разу не видел, чтобы было шире, чем здесь. Ну и вот, посмотрите, еще пару селфиков. Темное время суток. Тут есть интересный режим, что когда мы переключаемся в темное время суток на режим портрета, либо просто фото в режиме селфи, у нас появляются белые рамки по краям кадра, которые подсвечивают лицо. При этом они реально очень яркие, и в некоторых смартфонах так реализована вспышка, когда ты делаешь селфи, у тебя просто загорается экран, и получается довольно странный, честно говоря, результат. Здесь же мы, соответственно, видим результат уже сразу на предпросмотре, из-за того, что у нас рамка белым горит постоянно. Это довольно необычное решение, и стоит заметить, что оно реально работает. Вот такие получаются селфи на очень-очень темной парковке. Я вот снимал, получилось, ну, вроде неплохо. Решайте сами, ваше мнение в комментариях, как всегда, приветствуется. Фронтальный модуль, это, конечно, хорошо, но основной, поверьте мне, тут намного интереснее. Я не буду сейчас перечислять все характеристики основной камеры, вы можете просто поставить видео на паузу и изучить их самостоятельно. Как я уже говорил, этот смартфон реально смог меня удивить по нескольким параметрам, один из которых это суперзамедленная съемка 960 кадров в разрешении Full HD. Да, я согласен, то, что замедленная съемка в смартфонах есть уже давно, но обычно это 120, либо иногда 240 кадров, но такую съемку уже называют сверхзамедленной. Этот же смартфон умеет снимать 960 кадров в секунду, что в 4 раза больше, чем сверхзамедленная съемка, и как тогда ее получается называть? Мега замедленная? Гига замедленная? Также можете предложить ваши варианты в комментариях, интересно, как бы вы назвали такую съемку. Те, кто давно уже подписан на мой канал, знают, что я реально фанат замедленной съемки. Особенно, если все красиво настроить и подзаморочиться, то можно получить прям вообще крутые результаты, ну, либо же можно не париться и просто побаловаться на камеру и загрузить куда-нибудь также в социальные сети, почему бы и нет. Как по мне, результат получается реально прикольный и должно собрать кучу целых лайков в каком-нибудь Инстаграме, там, ВК, клипах, ну, или где-то еще. Ну, а второй сильный момент заметен в портретах, которые здесь можно снимать на телеобъектив, с эквивалентом в целых 125 миллиметров. Для тех, кто не понимает, что это значит, сейчас покажу. Для фотоаппарата это вот такая огромная бандурина, весит где-то полтора, может, даже ближе к двум килограммам, и это как раз, да, это 125 миллиметров. Ну, а в данном случае то же самое, ну, практически у нас помещается в корпусе смартфона. И окей, телеобъективы в смартфонах присутствуют уже довольно давно, но в данном случае здесь имеется поддержка автофокуса, а также портретного режима. И вот сейчас я уже смотрю результаты нашей фотосессии, и когда мы фотографировали при ярком солнце, они казались не очень крутыми. Но вот сейчас я понимаю, что на именно теле модули портреты получаются действительно классными. У нас здесь оптика от компании Leica, получается очень крутое размытие, особенно посмотрите вот в данном случае, какая у нас получается крутая бакешка. Ну, это вот именно размытие, да, вот эти все кольца, это выглядит очень красиво. Плюс тут имеется два режима, отдельно портретный и режим с диафрагмой, который можно регулировать уже после съемки. То есть, если вам вдруг кажется, что фон размыт слишком сильно, либо недостаточно сильно, можно, соответственно, подергать ползунки и получить эффект, который вам может даже понравиться больше, чем изначально сделала автоматика. И в общем и целом, этот смартфон на самом деле очень богат на эксперименты. То есть, тут целых три режима портрета, да, либо на широкую камеру, среднюю, либо телекамеру. Можно попробовать сделать все три, а потом уже выбрать из трех вариантов тот, который понравился больше. Самое интересное, что вот фотографии, которые я вам сейчас показываю, большинство из них здесь обработано либо в стандартном редакторе, либо я их не обрабатывал вовсе. То есть, изначальный результат, в том числе и с передачей цвета, да, технология TrueChrome, она реально справляется с тем, чтобы дальше фотографии никак не редактировать. Тут очень много искусственных алгоритмов, то есть, они прям именно заменяют некоторые цвета. Вот тут это отлично видно. Когда я пытался фотографировать цветок, включается искусственный алгоритм, и он немножко подменяет цвета, которые делают фотографию реально лучше. А в этом, как правило, и заключается смысл обработки любой фотографии. Как правило, это изменение цвета и освещенности. Так вот, за все то время, сколько я провел за испытанием этого смартфона, я фотографировал как в дневное время, так и в условиях недостаточной освещенности. В обоих этих случаях меня реально всегда устраивали цвета, которые давал смартфон. Ну, может быть, пару фотографий там пришлось чуть-чуть подредактировать, но эти изменения реально были незначительные. То есть, я на этот смартфон даже не скачивал еще стороннего редактора. То, что у нас предоставляет непосредственно фирменная система, этого более чем достаточно. А еще мне очень нравится переход, ну, вот именно анимация, да, когда мы смартфон включаем, либо выключаем. У нас работает Always-on-Display технология, то есть, мы всегда видим картинку какую-то, да, часы, но при этом экран у нас не включается. Это выглядит красиво. Тоже необычно. Люблю, когда в каких-то оболочках, да, добавляют вот такие фишки. Ставьте лайк, если вам это тоже нравится. Самое главное, что я хочу сказать, после использования данной камеры, конкретно этого смартфона, то, что здесь работает, наверное, самое большое количество алгоритмов, которые я когда-либо встречал. То есть, тут есть специальные режимы съемки, например, ночная съемка, или же там какое-то улучшенное фото, да, улучшенный портрет. Я ни разу эти функции не включал, потому что во время обычной фотографии они у меня включались автоматически. Каждый раз система реально понимала, что вот сейчас я фотографирую ночью, вот такие получаются результаты, а вот этот результат, когда я специально именно фильтр ночи ставил, ну, как вы можете заметить, да, они практически одинаковые, даже не могу сказать, где результат получился лучше. И это на самом деле очень круто, то, что раньше нам смартфоны давали, допустим, режимы, просто выбирай режим, который тебе подходит, соответственно, дальше алгоритмы доработают. А сейчас даже режима никакого выбирать не нужно, просто включаешь обычное фото, выбираешь широкий модуль обычный, либо телемодуль, и дальше алгоритмы уже сами определяют сцену, определяют непосредственно объекты, там, автомобили, например, вот, да, я очень много сегодня фотографировал тачку, и смартфон сам это прекрасно все понимает, ему даже не нужно ничего объяснять. И в этом плане, конечно, очень круто, в отличие от фотоаппаратов, да, где надо каждый раз какие-то ползунки, что-то крутить, настраивать какие-то настройки, о которых даже сейчас говорить не хочется. Поэтому, если мы рассуждаем про камеры в смартфонах, вот, в данном плане, то, что они сейчас вообще все делают сами, только успевая нажимать на кнопку, то в таком случае я могу сказать, что данные камеры, они реально получились революционными. От себя же хочу добавить, смартфон меня действительно удивил, напомню, что это модель Huawei P50, а есть еще Huawei P50 Pro с рекордным зумом. Если вы хотите, чтобы его я тоже протестировал и сделал большой разбор фотографий, которые можно на него сделать, обязательно высказывайтесь об этом в комментариях, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик, который вполне возможно выйдет буквально через пару выпусков. Ну, а также не забывайте про колокольчик и всякие остальные кнопки, которые находятся в описании к этому видео, потому что каждый раз, когда вы на них нажимаете, это очень сильно помогает, во-первых, держаться на плаву этому каналу, а во-вторых, продвижение и так далее. Это все тоже очень важно. Вам не сложно, друзья, а мне будет безумно приятно. У меня на этом все. Меня зовут Тимур. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо и удачных вам селфи!